Здравствуйте, гости. Не красная изба углами, а красна блинами. Вот так встречают гостей в деревне Соболево. Однако, пёс Филька при виде видеокамеры насторожился. Чужие люди рядом с их домом в последнее время появляются довольно часто. Ведь недалеко настоящая зимняя сказка. Все эти фигуры создала Любовь Николаевна из подручных материалов, тряпок и досок. Пригодились и старые вещи. Своего первенца, снеговика, пенсионерка слепила еще в прошлом году, перед Новым годом. Именно он поднял женщине настроение. У меня депрессия была перед Новым годом. Я не знаю, чем заняться. В городе делать нечего, из деревни делать нечего зимой. Вот я снег талый, давай снеговика слеплю. Получился. Ну что он один сидит, ему скучно. Бабу-ягу начала делать. Потом появились Кикимора, Дед Мороз со снегуркой. Для сказочных героев Любовь Николаевна построила настоящую деревню. Снежный забор, колодец, избушку и собачью будку женщина слепила из снега. А вот игрушки принесли друзья. Они же помогли пенсионерке найти самовар, который вскоре украсил праздничный стол этой дружной компании. Какая масленичная неделя без чучела масленицы? Его Любовь Николаевна, так же как и другие фигуры, сделала собственноручно. Однако сжигать в воскресенье она его не будет, а ставит себе на память. Сфотографироваться на память со сказочными героями теперь приезжают из соседних деревень. Молва об уникальных фигурах разносится быстро. Местные жители к новым соседям уже привыкли, хотя поначалу некоторые персонажи вызывали сомнения. Я подумала, живые люди сидят тут. Говорит, утром бегу с автобуса, смотрю, говорит, брат, говорит, Витька сидит у нас. А что, говорит, он сидит-то? Гляжу в окно, вот у нее уже видно. Сидит кто-то, опять сидит. Андрюшка, сын, говорит, так мама, он в пяти часов сидит. Она пошла за водой, говорит, ничего себе, чучело. А я, говорит, думала, Витька. Любовь Николаевна внимательно следит за состоянием своих фигур. Одежду поправит, глазки нарисует, чашку поднимет. Однако женщине скоро придется попрощаться со своими сказочными персонажами. Ведь скоро весна, деревня растает. На вопрос, вернутся ли герои в следующую зиму, пенсионерка не ответила. Местные жители признаются, без таких соседей будет уже не так весело.